В наш город он вернулся уже в другом амплуа. В последний раз на сцену саратовского тюза Сергей Пускипалис выходил 14 лет назад. С тех пор он по другую сторону рампы. На сцене артисты Ярославского театра драмы. Еще недавно Пускипалис был там главным режиссером. Теперь служит в московском художественном Утабакова. В Саратов он приехал не только в новом амплуа, но и с новым имиджем. Прядка седых волос появилась недавно. Сергей играет в фильме о войне. На фестиваль памяти Янковского он привез три сестры. Когда я беру материал, я делаю идеальное распределение. Мне не важно в какой стране этот артист работает, не важно в каком театре, в каком кино. Я делаю идеальное распределение. Вот кто бы я хотел, чтобы у меня играл здесь. А потом дальше уже исходя из этого начинаю так уже смотреть, кто у меня есть в действительности, в наличии. С кем это реально делать. Вот мне кажется, Олег Иванович будет, наверное, в какой-то момент и является для многих режиссеров вот неким таким идеальным распределением ролей. Посмотреть на три сестры собрался полный зал. Правда, ожидания тех, кто хотел увидеть классического Чехова, не оправдались. Вместо спектакля рассуждения Пускепалис поставил спектакль-катастрофу. Его герои в постоянном поиске счастья. Для них Москва – это возможность спасения. Ярославский театр – один из старейших в стране. Федор Волков, чье имя он носит, считается отцом-основателем российского стационарного театра. И, конечно, выступить плохо ярославские артисты просто не могли. Как сказал перед началом спектакля Сергей Пускепалис, как бы вы ни сыграли, вы уже попали в историю. И это действительно так, как попадут в историю и все те, кто выйдут на саратовскую сцену в следующие фестивальные дни. Анна Головчинская, Олег Буланов, Валерий Богословский. Новости Телеобъектив. Новости Телеобъектив.